Делать автоповорот, будем вести так эфир. Константин, что такое? Я хочу писать. Ну вот, конечно, мама выходит в эфир, а Константин хочет писать. Даш, Костик хочет в туалет. Блин, а у меня эфир начался. Дети, вы что? Итак, всем привет. Сегодня у нас прямой эфир. Брендовый маникюр. И я хочу этот брендовый маникюр совместить, получается. Новые декорации. Это весна-лето 2023. Костин тайм. Это осень-зима 22-23. И взять две брендовые пластины. Вот. Это то, чем мы сегодня будем с вами работать. Так. Смотрим поближе. Итак, лоскин тайм. Две пластины. Две пластины. Тань. И новые декорации. Так, сейчас мне надо одеть перчаточку, спрятать мою правую руку. Ты уже видел? Я сделала себе. Короче, сняла правую руку. Всем привет, привет. Решила все-таки опять укоротить эту правую руку. Не могу. Мне удобно, когда у меня одна гигантская, просто нереальной длины. А правая должна быть короткая, рабочая. Не тогда прям я аж кайфую хожу. Этой всех пугаю. А это неудобно все делать. Ну что, поехали. Так, лоскин тайм. Давайте еще раз напомню оттенки. И вот, кстати, мне когда поставили тему брендовый маникюр. Да, Эми очень любит брендовый маникюр. Мы много каждый раз всяких штучек придумываем и выпускаем, чтобы сделать такой вот а-ля брендовый маникюр. Это когда мы подражаем модным домам моды. Это когда мы подражаем их паттернам, фурнитуре и так далее. И вот коллекция лоскентайм. Это текущая коллекция осень-зимы 22-23. Прекрасно подходит, кстати, под брендовый маникюр. Прям вот такие оттенки все классные. Предлагаю начать с 390-го цвета. Номер 390. Это у нас вот такой вот сложный синий. Это вот прям действительно такой сложный сочиненный оттенок синего. Мы его наносим на половинку ноготка. Видите, сегодня у нас эфир вертикальный, потому что я два раза пыталась выйти в эфир. Не могу понять, как переворачивать экран. У меня, короче, автоповорот почему-то заблокировано. Где-то мне его надо заблокировать, разблокировать, я не знаю тем. Так, делаем напополам. Так, главное мою шикарную левую руку не испачкать. Этот шедевр, произведение искусства, это просто не требуется комментариев моему шедевру, который я рисовала, наверное, часа три рисовала этот дизайн. Так, максимально вдовольника нанесли. Достаточно одного слоя. Кто не видел этот шедевр, предлагаю вам его рассмотреть. Ну, ногти, конечно, очень длинные в этот раз. Вот. Я назвала это Макро Мир. Я уже сказала, почему у меня формат Инстаграм, потому что я не смогла перевернуть экран. Вот так вот, так бывает. Я по-всякому пробовала, у меня стоит какая-то блокировка на переворачивание экрана. Я два раза пыталась выйти, зайти, и в итоге вышло так. Итак, значит, это у нас паттерн и номер три пластина. Можно ее сейчас вот так вот рассмотреть. Здесь есть часть брендовых паттернов. Я ее очень часто для брендового маникюра использую. Здесь есть крупная гусиная лапка, вот такое плетение, вот такое вот а-ля Версачи, вот такое а-ля Гуччи. Вот это тоже такой вот Версейс. У них часто. Ну, а здесь такая у нас, конечно, тема не про брендовый маникюр, но содержит в себе вот как раз вот эти вот раз, два, три, даже вот, наверное, четыре, пять, шесть, семь, семь вариантов, которые для брендового маникюра прямо вот идеально подходят. Это у нас паттерны номер три. Так, я сейчас предлагаю взять пластину, называется бренды номер пять пластина. Она так и называется, бренды. Здесь вся пластина, она полностью посвящена подражанию под любимые паттерны модных домов. Это все, что может вам пригодиться, если вы подражаете Диору, если вы подражаете Шанель, если вы подражаете Луи Виттон, Версачи. Ну и вообще тут есть, в принципе, такие достаточно универсальные варианты, как, например, клетка, опять же, гусиная лапка, вот такая стеганая часть, вот такие вот принты анималистичные. Итак, чтобы сделать стемпинг, я всегда как основу использую Tecos. Ну, конечно, сейчас попробую вот так вот как-то. Буду держать вот так вот, наверное, по диагонали. В принципе, будет неплохо, да? Правда, у меня прям под подбородком этот телефон, но я потерплю. Сушу. Здесь я предлагаю взять просто черный цвет, поэтому берем черный лак, номер два. Всегда проговариваю, если у вас проблемы со стемпингом и особенно с лаком, потому что с лаком нужно работать быстро, шевелиться, у вас все должно быть уже готово, все должно быть под рукой. Но если вот вы все варианты перебрали, у вас ничего не получается, у вас всегда под рукой обязательно должен быть какой-нибудь разбавитель лака. Ой, простите, пожалуйста, что-то у нас... Разбавитель лака в Эйме тоже есть. Я вот с собой в этот раз специально привезла, потому что у меня... Я так часто работала стемпингом всю осень, что я уже к декабрю ушатала все лаки для стемпинга. Я прям уже чувствовала, что они заветрились, чуть-чуть подзагустели, и работать уже сложнее. А так я сейчас привезла разбавитель лака, разбавила все свои лаки для стемпинга. Это очень удобно. Он прям вот палочка-вручалочка. Прям вот палочка-вручалочка. Опять же, не обязательно разбавитель Эйме брать для лака. В принципе, они все более или менее универсальны. Так, ну что, поехали. Теклас у нас с вами просох. Теклас просох. Сейчас я какую-нибудь бумажечку подложу, чтобы не спрочкаться. Давайте сделаем принт такой вот а-ля Диур. Единственное, что у меня нету... Сейчас, секунду. Так, ладно. Так, ладно. Двухсторонний скотч. Двухстороннего скотча, представляете? Ой, сынок поиграл, весь бой зарасходовал. Зашла какой-то несчастный кусочек. Маленький. Не очень удобно работать кусочками. Так, сделали. Здесь я предлагаю сделать ремешочек. И будет у нас очень смешной. Сюда патом, смотрите, называется эмоции. Слайдер номер 105. Это из новой коллекции. Сюда очень прикольно будет какую-нибудь жесть приклеить. Например, Микки либо Микки Мауса. Так, сейчас мы возьмем ремешки. Так, я помню, что у меня были ремешочечки. Так, делаем ремешок. Делаем ремешок. Так, делаем ремешок. Так, у нас сегодня такой, знаете, брендовый маникюр в стиле брендового маникюра, но мы будем его немножко разбавлять, делать более веселым за счет слайдеров мультяшек и за счет вот такого слайдера. Получается, я вам уже не показала, что у нас вышло. Смотрите, уже в продаже с сегодняшнего дня или со второго или с завтрашнего дня. Сейчас я вам вот так вот положу номера. Так, раз, два, три, четыре, пять, 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 пять и шесть. Вот, смотрите. Это то, что уже есть в продаже. Здравствуйте, ура! Как раз пересматриваю ваши мастер-классы для вдохновения. Катя рулит. Привет из Германии. Спасибо большое. Смотрите, можно сейчас сделать скриншот экрана и уже заблаговременно, например, сделать какой-то предзаказ на слайдеры. Смотрите, это первая партия слайдеров. Шермиконы я вам еще не показываю. Шермиконы у нас будут в конце февраля. Также в марте у нас еще будут вот такие летние слайдеры. Я ими тоже сейчас не буду работать. Смотрите, тоже будут такие веселенькие летние варианты. Вот это то, что все еще ожидается. А это вот уже поступает в продажу. Я вам сегодня предлагаю поработать вот этим и вот этим слайдерам с брендовой темой. Они очень прикольно мешаются. Не знаю, мне очень нравится такое сочетание. Прям офигенно. Давайте еще вот эти покажу. Это вот я вчера работала. Это такой для молодежи креативный. Гранжевый, креативный. Это такой романтичный акварель с элементами полигу. Вот такая вот романтика, тоже акварель. У нас в этот раз будет все через тему акварель. Потому что когда вы увидите весеннолетнюю коллекцию, уже кто-то видел, она пастельная. Вот эта вот вся тема, она очень хорошо дружит с этой коллекцией. Могу даже показать, давайте глазком. Смотрите, это новая коллекция весна-лето. Потому что у нас весной-летом, не поверите, будет тренд на пастель. Вот так вот. Хотя яркие цвета все еще будут сохранять свою актуальность. И ярких цветов все еще много. Но потихоньку, незаметно, выходит на первый план пастель. Поэтому, кто любит пастель, готовьтесь скупать гардероб. Потому что иногда какие-то оттенки очень сложно достать. Потому что они в моду вошли, потом вышли, а потом вы за ними гоняетесь. Не можете куртку такого цвета купить. Или плащик такого цвета купить. Или лодочки. Или какие-то свитшоты, свитера. Вот поэтому нам предстоит с вами пастельный сезон. Поэтому уже готовьтесь. Кто любит пастельку, особенно в гардеробе, нужно начинать будет охоту. Я вот в свое время за пастельными цветами прям охотилась в одежде. Потому что было сложно достать. Сейчас все намного доступнее и проще. Ну а мы с вами переходим на слайдеры уже. Да, мы с вами стемпингом поработали. Шермикончики приклеили. И теперь переходим на топ-слайдер. Это основной расход топа, который у нас идет. Это классная основа для приклеивания любых слайдеров. Это вообще финиш с липким слоем. Но мы его чаще используем не как финиш. А используем как основу для приклеивания слайдеров. Так, сушил 30 секунд. В это время, как я и говорила, предлагаю вырезать микки. Так, какую нам взять, большую или маленькую? Давайте большую возьмем. Тоже такой, видите, креативный. Слайдер. У нас в этот раз вышло два креативных слайдера. Так, водичка. Тоже предлагаю с штангиком поработать. Кстати, для слайдеров, которые идут на голубовой бумаге, лучше брать горячую воду. У меня под рукой не было горячей воды. Поэтому долго. Получается вот такой вот нестандартный вариант. Ультрабонд обязательно, чтобы обработать поверхность слайдера. Все, и перекрываем либо глянцевым, либо матовым топом. Так, ну, я думаю, что, наверное, лучше матовый взять. И смотрите, так как у нас уже был топ-слайдер нанесен, это отлично. Матовый топ лучше всего носится и держится, когда есть дисперсионная пленка. Вот, поэтому если вы вдруг делали какой-то сложный дизайн, и там нет остаточной липкости, прям рекомендую придать липкости поверхности, прежде чем наносить матовый топ. Так, и, кстати, эту липкость прекрасно можно придать топ-слайдерам, а потом уже носить матовый топ. Так, следующий вариант. Мы с вами возьмем цвет. Так, какой мы с вами цвет возьмем? Также Ghost in Time у нас идет коллекция. Но мы возьмем, так, давайте, вот очень люблю вот такое сочетание, два и три, а-ля Гуччи. Я по осени прям постоянно работала вот с этой тройкой, делала такие, а, вот смотрите, под рукой сочетание, смотрите, какое классное, да? Такое вот, а-ля Гуччи. Только мы с вами сейчас сделаем мультяшки и посмотрим, как это будет выглядеть. Так, ну вот матовый вариант. Так, следующий вариант. Здесь мы с вами сделаем, так, полоска бордового номер 388. Так, полосочка бордового номер 388, дальше полосочка зелененький, мой любимый цвет, фаворит, они у меня с тыковкой с 392, вообще самый любимый. Вот скажите, 393, ну очень удачный цвет, просто великолепный, божественный. Вот так мне нужна палитрочка, сейчас выкладываем на палитрочку. А у нас сегодня так пасмурно. Пишите, у кого какая сегодня погода. У нас ливень, у меня уже сегодня два раза свет отключаю. Я уже думала, что сегодня не будет эфира, что я опять вовремя не выйду. Кто не в курсе, я сейчас нахожусь на северном Кипре. У меня такой год, я здесь по два месяца живу, потом улетаю в Россию на месяц. Потом на два месяца возвращаюсь, потом опять в Россию на месяц. Это у меня такой эксперимент в жизни, как это работать в другой стране на удаленке, еще при этом быть ногтевым блогером. В принципе, очень даже комфортно, я скажу вам. Единственная проблема, я же еще технолог компании Эйми, и мне нужно тестировать какие-то продукты периодически. И вот, конечно, с доставкой сюда образцов, это прям проблематично немножечко. Ну, мы нашли выход из положения, у меня Прага отправляет в южную часть, а дистрибьютор Маша Суровцева из южного Кипра мне сюда привозят на машине. Вот. Когда, как одеться? Ветер сильный. Вот у нас заболел малой, я заболела, у меня сегодня горло болит. Ну, потому что вчера ходила опять раздетая. Ну, по хотя бы что-нибудь повязать на горлышко. Так, вот, это мое любимое сочетание из этой коллекции, обожаю. Скажите, это такое сочетание лучи. Давайте я вам еще раз поставлю, смотрите. Прямо сфоткайте себе экран, рекомендую. 392, 393 и 388. Офигенное сочетание. Если это еще сделать в стиле брендового маникюра, вообще прям. Тоже вот фотографируйте, видите, какая композиция. Где-то коричневенький добавлять можно тоже из этой коллекции. Я, а я не лечусь, девочки. Я ж не лечусь. У меня все без лечения проходит. Так, предлагаю также сейчас шармикончики с вами сделать и стемпинг. Поэтому мы с вами берем сейчас теклос. Так, стемпинг мы с вами сделаем. Так, какой стемпинг сделаем? Ну, давайте делать гуча стемпинг. Раз уже у нас гуча, надо и гуча делать, правильно? Так, сейчас мы протрем. Здесь обязательно наносите теклос. Обратили внимание, я сейчас по диагонали работаю, чтобы не вертикально было. Но, в принципе, вроде как горизонталь. Удобно смотреть, кто горизонтально смотрит. Так, теклос две минутки. Так, из шармикончиков нужно какую-нибудь отбивочку взять, нам сделать из чего-нибудь. Ну, знаете, когда ничего нет, всегда подходят вот эти шармиконы. Если нужно сделать какую-то вертикалочку. Хотя у нас много вот таких, вот такого плана шармиконов, где есть вертикальные ленты со словами. Так, вот эта вот осенью лента выходила тоже. Хороший шармикончик. Сейчас я посмотрю, какой это номер. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 смотрите много всего есть у нас получается можно взять вот такой шаргончик это у нас номер 224 лайки эти здесь есть вот эти ленты отбивочные они для брендового маникюра очень классно подходят еще есть видите вот такие штуки эти вот тоже они очень кайфово смотрится ездить как раз принципе это использовала видите ли этот шармяк он использовала номер 224 если нет 224 вот этот базовый есть это номер 94 слова ну это наверное вот кстати самый универсальный мы наверное его сейчас и добавим если у вас ничего нет под рукой берете вот эти ленты отбивочные вот они прекрасно подходят прям вот идеально еще из новенького мне нравится использовать вот эти русские смешные вечеринка миленько тоже я их как отбивку использую тоже кстати удобно напомню вот этот шармяк он здесь мало этих вертикал очаг смотрится у нас что это стрит арт номер 141 шармяк он кайфущий такой неформальный а этот кстати шармяк он его номер не сказала это 221 настроение так наверное прям вот вообще обожаю так и вот этот мысли тоже кайфучий я его очень часто используется что видите много длинных слов с подложкой и без и тоже они очень классно как отбивка идут так мы прежде чем делать шармяк он мы с вами чистим пластин так даша займись моими розами это у детей сейчас каникулы им делать нечего они у меня здесь по углам прячутся нет у меня не наушники дорогая так сейчас так подожди не так и так стемпинг сначала стемпинг стемпинг гуччи так все готово даша напомню мне нужно купить двухсторонний скотч костик не угробил двухсторонний скотч мне нечем делать стемпинг вообще-то кстати очень удобная штучка вот так вещь все шикарно это все убираем это мы все убираем 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 и так кого приклеим все таки amazing либо вот эту наверно вот это вот худенько она самая вот универсальная напомню это шармякон из коллекции осени классный шармякончик он прям для брендового маникюра отлично подходит и будет у нас такой смешной гуччи в стиле маскина до маскина же любят мультики вот но мы с вами не делаем точное повторение мы сегодня с вами импровизируем и вдохновляемся брендами вот поэтому если не знаете что делать с мультиками и стиле брендового маникюра прям рекомендую в пинтересте находите маскина разные показы за разные года и у них очень много мультиков всегда там вдохновляться и вдохновляться все и последний штрих мы уже сажаем с вами слайдер а так как слайдеры здесь для лета мы тоже постарались сделать все на белой подложке поэтому несмотря на то что сейчас поверхность такая очень яркая либо я да вот это все будет прекрасно читаться и будет все прекрасно видно так кого мы с вами наклеим давайте уточку бегущую до кстати по цвету тоже хорошо подходит я обязательно повешу все ссылки на все продукты ниже в описании снова берем штампик отлично слушайте ну скажите прикольно вместо мух гучи мы добавили мультики аля маскина прикольно все обработали ультрабонда и зафиналили предлагаю финалочку сделать глянцевой можно от экласс многие любят ультрашайн наши фанаты все говорят о том что ультрашайн это самый такой вот универсальный гель-лаковый топ который меньше всего зацарапывается под ним хорошо и французский маникюр носится и он в принципе для классических ногтей хорошо и для гель-лаковых ногтей одинаково хорош он стеклянный он все равно соков он все равно гель-лак но он более стеклообразный тоже т-класс он прям каучуковый ультрашан он более стеклянный так и финале что у нас с вами получилось у два таких варианта аля гучи и аля dior какой вам вариант больше нравится пишите в комментариях я может захотелось себе сделать брендовый маникюр с мультяшками прям тема кайфовая такая щас камеру перевернул попробую поворот отключу по диагонали я у вас потому что все время пишет автоповорот отключен автоповорот отключен и так можно поговорить пять минут у кого какие есть вопросы но смотрите кстати кто с европы у вас коллекция весна-лето появится намного раньше у вас по моему уже после 6 февраля начнут дистрибьютором отгружать прикиньте да короче мы с европой поменялись местами то те года в европе все выходило чуть позже чем в россии теперь у нас в россии все выходит позже чем его кроме боксов бокса мы не считаем потому что там такая система очень сложная упаковки этих боксов и она вся формируется в россии вот красивая роскошная пастельная коллекция вас ожидает весной напомню кстати что у нас еще розовая коллекция вышла да я уже проводила эфира с новой коллекции она ко мне кстати уже приехала смотрите на малышка уже ко мне приехал мне осталось выкрасить наклеечки приклеить розовая коллекция очень красиво это уже продажа есть вот еще у нас что ожидается бокс еще вас ждет новый я так думаю я уже готовлюсь я наверное уже начну в эфира выходить просто показывать что будет в боксе потому что он будет у нас наверно тоже консор может середине февраля появится еще не уточняла декорации уже есть продажи на ими shop.ru если даже сейчас нету завтра значит точно будет на ими shop но я надеюсь что менеджеры сейчас в описании повесят ссылки на слайдеры которые уже появились шармиконы появятся концу февраля новые пластины вас ждут новые краски для стемпинга вас ждут что у нас еще что еще что еще в общем новинки всегда много вот скульптурные гели сейчас там новые цвета тоже колерую мне кстати скульптурные гели пришли пришел этот желтенький необыкновенный цвет скульптурный кто не видел всем покажу смотрите какая красота ко мне пришла я просто заказала хочу ногти сделать длинные с аквариумным вариантом мне нужны были гели у у кого же есть четыре малышки пишите в комментах как вам цвета делюсь так призм гель просто чудо чудно это я не знаю это вот просто вот меня все время ругает катя не произноси это слово но если блин у меня оргазм когда я вижу такое посмотрите что за красота такая боже мой все эти какие ногти офигенские будут это я вот после этих синих ногтей хочу спилить и сделать аквариум сделать на прозрачной основе лепку буду лепить из пластилина цветного яркого красивая себе уже короче придумала ногти не нужно их осуществить и как раз мне нужна клевия и вот этот призм гель смотрите как клевия выглядит боже мой какой прекрасный цвет смотрите кайф вообще огонь кстати сделать что-нибудь такой вот и розовый яркий как вы считаете он такой неоновый персиковый яркий просто не захотелось такого желтенького но я думаю может в такой гамме неончики еще выпустить будете такими работать скажите мне так но это близ классика смотрите тоже необыкновенный роскошный шикарный смотрите аж кушать хочется да вот у вас бывают такие ассоциации когда вы берете гель какой-нибудь гель-лак и вот у вас сразу выделяется солюна как при вкусняшки какую-нибудь вот у меня так так это у нас близ так и что у нас еще вот но это вот там вот классика классика софт а шпинг ой а у нас еще шлаки вышли девочки у них не передали вот я наверное в инстаграм проведу эфир и сюда загружу потому что в инстаграм можно демонстрация экрана делать девочки роскошный холодный оттенок вот просто и я так думаю что подойдет абсолютно под любой цвет кожи и под любой цветотип прям кто любит камуфляжики имейте ввиду новый цвет камуфляжа появился ну как всегда в наша формула любимая самовыравнивающая и не жесткая и не мягкая очень эластична я вообще считаю что наши гели в банках классические да и бутыльках черных самые лучшие самые лучшие и они стоят своих денег это классика знаете же ждал что у нас есть часть классики в бутыльках черных а есть классика в банках дашенька что ты хотела рассказать что рассказать минут я уже с девочками заканчиваю с прямым эфиром сейчас мне нужно с ними попрощаться девочки любимые желаю вам хорошей рабочей недели всем пока пока короче сейчас мы сидели писали с удалим уж проходили